Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Как устраняют последствия наводнения в Краснодарском крае, сегодня проверил губернатор Вениамин Кондратов, приехал в места, пострадавший от паводка. Глава Сочи встретился с жителями проблемных объектов Центрального района. Это почти 30 домов. В Сочи бесплатно. Сегодня презентован проект, участники которого смогут прилететь на побережье, не затратив на билеты ни рубля. В Сочи представили информационный портал «Особый взгляд». Это интернет-площадка для незрячих и слабовидящих людей. Как устраняют последствия наводнения в Краснодарском крае, сегодня проверил губернатор Вениамин Кондратов, приехал в места, пострадавшие от паводка. В Туапсинском районе глава региона оценил ход восстановительных работ, а также пообщался с людьми, пострадавшими от удара стихии. За последние сутки от грязи и ила очистили больше полутора тысяч домов. В пострадавших районах работают 217 оценочных комиссий, которые устанавливают ущерб. Выплаты уже получили почти 2000 человек. Более 5000 человек обеспечат безопасность жителей и гостей Кубани в ноябрьские праздники. Об этом доложили Вениамину Кондратьеву накануне на заседании антитеррористической комиссии. Участие в обсуждении приняли председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко, прокурор края Сергей Табельский, представители силовых структур и вице-губернаторы. Совещание прошло в формате видеоселектора. 4 ноября праздничные мероприятия, народные гуляния и торжества пройдут во всех районах края. Губернатор поручил ужесточить пропускной режим на митингах и концертах и в целом обеспечить правопорядок и безопасность в местах массового скопления людей. Также Вениамин Кондратьев обратил внимание на районы, пострадавшие от удара стихии. Нужны ли там праздничные мероприятия? Этот вопрос необходимо согласовать с местными жителями, ведь куда важнее для них сейчас восстановить свои дома. На что бы я еще хотел обратить внимание на праздник в тех районах, которые пострадали от стихийного бедствия? Это Туапсинский район, Сочи, Лазаревский, Апширотский район. Вот то продумать именно с людьми, как его правильно праздник там организовать. Если мы завершим все аварийно-восстановительные работы, тогда, конечно, можно с концертами. А если на самом деле что-то будет еще требовать дополнительных временных рамок, то тогда людям будет не до праздника. Поэтому с душой, по-человечески отнеситесь к тому, особенно в Хадышинске. Стоит ли устраивать такое мероприятие? Потому что празднуем, а у них дома там еще далеко до полного порядка. Самый главный подарок на праздник – это просто возможность вернуться в свои дома и вернуться к обычному роду жизни. Нам нужно завершить ликвидацию всех наших последствий черепчатой ситуации. Тогда праздник будет праздником. Губернатор обратился к главам муниципалитетов. На площадях и улицах, где будут проходить массовые мероприятия, необходимо организовать дежурство оперативных служб и скорой помощи. Все они должны быть переведены в режим повышенной готовности. Еще раз просто проанализируйте все, что вы сделали. А я не сомневаюсь, что я делал очень много силами и правоохранительных органов, и органами местного управления. Посмотрите, с точки зрения просто человеческого шага, мысли. Где, как, где может быть тонко, где нужно сделать так, чтобы максимально еще усилить те или иные мероприятия. Вы прекрасно знаете свои районы. Вы прекрасно знаете те площади, места, где будут проходить массовые мероприятия. Как сделать не по формуляру, еще раз подчеркиваю, а по жизни это место безопасным. Выйти сами на эту площадь на 2, 3, 5, сколько у вас будет, пройтись по своим станицам, тогда будет на высочайшем уровне и безопасности, и в целом жизнедеятельности в нашем крае. А это самое главное, к чему мы сегодня стремимся. Всего в крае планируется провести более 40 мероприятий, митингов, концертов и акций, приуроченных ко Дню Народного Единства. Будущие места гуляния проверят правоохранительные органы и кинологические службы. За правопорядком будут следить сотрудники полиции, росгвардейцы, а также более полутора тысяч казаков. Глава Сочи Анатолий Пахомов провел серию встреч с жителями проблемных объектов центрального района. На встречу с обманутыми покупателями мэр пригласил сотрудников прокуратуры района, службы судебных приставов и ресурсоснабжающих организаций. У каждого объекта своя сложная ситуация. Объединяет их одно. Дома изначально были построены незаконно на участках под ИЖС или садоводство, а иногда и захватом муниципальной земли. Теперь перед людьми стоит задача вернуть все в правовое русло. Так, жителям участка номер 4 по улице Полтавска сейчас необходимо подключить строение к коммуникациям за свой счет. В доме есть вода и электричество, но мощностей не хватает, так как они были рассчитаны на частный дом, а не на семиэтажку. В связи с тем, что объект находится в густо застроенном районе, подвести электричество к дому будет стоить жильцам больше 10 миллионов рублей. Такую сумму за работу под ключ озвучила компания Кубанинерго. У жильцов есть вариант построить сети самостоятельно. Администрация даже готова выделить участок для подстанции, если такой, возможно, будет подобрать неподалеку. Машину покупают, всем рассказывают. Проверяют, не ржавая ли она. Когда деньги платят, не смотрели документы. Вы купили это жилье, купили. Теперь вы говорите, там нет света нормального. Вы же видели, что это индивидуальный жилой дом. И вот эти 15 киловатт, которые были даны, они даются на индивидуальный жилой дом. У них негде ТП это ставить. Ну, на нашей земле. Надо разобраться и предоставить им землю. Мы вам по земле поможем. Это не наша обязанность, это наше желание вам каким-то образом помочь. В списке проблемных в Центральном районе числится порядка 30 объектов. При том, что в большинстве уже много лет живут люди. По каждому объекту власти готовы помочь обманутым покупателям разобраться в проблеме. После капитального ремонта открыт пищеблок детского сада номер 86. Средства были выделены из депутатского фонда народными избранниками Александром Каравайным, Валерием Черниковским и Романом Кирюшиным. Воспитанники детского сада 86 гуляют сытыми, довольными. А все начинается отсюда, с пищеблока, где малышам готовят диетическое питание. Депутаты 11-го избирательного округа Макаренко решили и в этом году не оставить без материальной поддержки дошкольные учреждения. Очень большая разница с тем, что было и с тем, что стало. Картина преобразилась и могу сказать одно, что все то, что было намечено, выполнено в полном объеме, качественно и в срок. Три депутата Каравайный и Черниковский-Кирюшин выделили из своих фондов в общей сумме 1 миллион 700 тысяч рублей. На эти деньги в пищеблоке поменяли напольное покрытие, кафельную плитку на стенах, полностью заменили вентиляционную систему, электрику, потолок. В новом году пообещали депутаты еще 1 миллион 200 тысяч рублей будут потрачены на оборудование для приготовления пищи. В частности, повара мечтают о приобретении пароконвектомата. Это профессиональное кухонное оборудование с различными режимами сочетания пара. Другими словами, дети будут есть более здоровую пищу. Совет молодых депутатов уделяет очень большое внимание на данные работы, на оказание помощи дошкольным учреждениям, школьным учреждениям. Мы очень тесно сотрудничаем с руководителями, как и детских садов, так и школ. Планируем, что им в какой год приоритетно сделать, что наиболее важно. И максимально, чем можем мы быть полезны, мы помогаем как и средствами, с бюджетом, который выделяется нам, как депутатам, так и собственными средствами. Конечно, депутатская помощь, помимо Шевской, большое подспорье. В прошлом году, например, за счет средств депутатов мы построили веранды, отремонтировали крышу в дошкольном учреждении. И надеемся на дальнейшее сотрудничество. В 86-м детском саду воспитывается 420 малышей. Есть ясельные группы, в которых деток принимают с двух лет. Чтобы их детство было не только счастливым, но и здоровым, стараются все. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сочинские студенты могут попробовать свои силы в профессиональной олимпиаде. Она организована для учащихся вузов, а также выпускников, получивших диплом не ранее 2014 года. Участники смогут попробовать свои силы в одном или нескольких из 54 направлений – гуманитарных, инженерных, естественно-научных и социально-экономических. Для того, чтобы принять участие в студенческой олимпиаде «Я – профессионал», необходимо пройти регистрацию на официальном сайте до 22 ноября. Участников ждет насыщенная программа, подготовительные вебинары по каждому направлению, очные тренинги и онлайн-занятия. Отборочный онлайн-этап пройдет до 9 декабря. В январе-феврале студенты, показавшие высокие результаты на первом этапе, смогут посетить профильные зимние школы, где познакомятся с выдающимися учеными и представителями индустрии. Итоги олимпиады «Я – профессионал» будут подведены в марте. Победители получат возможность пройти стажировки в крупных российских компаниях, денежные премии и льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру или ординатуру ведущих вузов страны. Теперь в Сочи можно будет летать бесплатно в городе. Сегодня презентовали проект, участники которого смогут прилететь на побережье, не затратив на авиабилеты ни рубля. Проект «Летай бесплатно» презентовали представителям санаторно-курортной отрасли города, которые смогут стать его партнерами. «Летай бесплатно» – это инновационный сервис, который позволит туристам получать бесплатный перелет в Сочи и обратно. Это будет создано за счет того, что мы перераспределим стоимость авиаперелетов на партнеров, которым это тоже будет интересно, на отели, возможно, на визовые центры. Они получают себе клиентов потенциальных, то есть, по сути, они дают некую небольшую скидку в виде финансов, то есть и мы этими скидками перекрываем стоимость перелета. Проект уже удачно протестирован в Москве. Клиенты «Летай бесплатно» получают авиабилеты в семь стран мира, не затратив на перелет ни рубля. Пилотный проект был реализован чуть меньше года назад, то есть порядка 50 человек полетело в Европу. Это Франция, Испания, Италия, еще ряд стран. Первый шаг – это зайти на наш сайт, посмотреть, с какими партнерами мы сотрудничаем, посмотреть, какая там акция проходит, то есть, возможно, мы будем раздавать ваучеры и купоны на перелет, и вам нужно будет заказать всего лишь отель в Сочи и полететь бесплатно. Обязательное условие участия – бронь гостиниц, ведь отель оплачивает часть бесплатного билета. Сервис «Летай бесплатно» для представителей санаторно-курортной сферы Сочи может стать новой схемой для повышения продаж, но и привлечет туристов на берег Черного моря. Это дополнительный маркетинговый ход. Мы рассчитываем на большую популярность этого проекта, потому что само звучание проекта «Летай бесплатно» в Сочи звучит привлекательно. Поэтому мы считаем, что если мы этот процесс организуем, то мы привлечем дополнительное количество туристов в наш курорт. Для получения купона или промокода на бесплатный перелет в Сочи потенциальные туристы должны воспользоваться услугами партнеров программы. Сегодня это рестораны, магазины, сеть барбершопов и языковые центры. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 1 ноября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем 19, 21 градус выше нуля. Атмосферное давление 770 миллиметров льтутного столба. В Сочи состоялась презентация информационного портала «Особый взгляд». Это интернет-площадка для незрячих и слабовидящих людей. Сегодня в России это единственный подобный ресурс, который предоставляет информацию для людей с инвалидностью по зрению. На портале «Особый взгляд» публикуются последние новости об инклюзивных проектах, медицинских и технических разработках в области офтальмологии. Здесь же афиша культурных, образовательных и спортивных мероприятий страны, адаптированных для людей с особенностями зрения. А еще все материалы портала представлены как в текстовом, так и в аудио формате. А фотографии кинофильма сопровождаются тифло-комментарием. В свете красных, желтых и зеленых светодиодных лам перед зеркалом стоит блондин зеленой мастерки. Он причесывает свои короткие волосы рукой, приглаживая приоделиться. Люди с инвалидностью по зрению нуждаются в сервисе, который поможет им сориентироваться в мире новых возможностей, подчеркивают инициаторы проекта. Презентацию портала они проводят в пяти городах страны. Сочи выбран по причине того, что городское сообщество признано одним из самых активных. К тому же на курорте вот уже несколько лет работает программа «Доступная среда». Очень приятно, пройдясь по городу, услышать звуковые светофоры, потому что даже в Москве не всегда это используется. И это намного более эффективнее, чем, например, тактильная плитка, потому что ты уже слышишь, понимаешь, можно тебе идти или нет. Мы очень рады, что те ростки, которые дала проведенная пара Олимпиада, они превращаются в очень серьезные такие проекты, пара Олимпийские игры. И наследие пара Олимпиады ставили задачу социализации людей с инвалидностью. А проекты благотворительного фонда «Особый взгляд», проекты, которые превращаются в интернет, порталы для людей слабовидящих, тотально слепых. Это вообще вопрос самореализации. Инклюзивный интернет-портал – это особый взгляд для людей, которые видят по-разному. То есть полезна эта площадка как для незрячих, так и для здоровых людей. С особым взглядом уже сотрудничает 129 организаций. Также особый взгляд отвечает на ключевые вопросы. Как получить собаку-проводника? До сих пор не все люди знают незрячий, что можно получить собаку-проводника бесплатно. Что делать, если у тебя родился незрячий ребенок? Как получить инвалидность, оформить инвалидность? И мы надеемся, что наш портал в дальнейшем сможет помочь именно в трудоустройстве незрячих людей, так как реализация – это одна из самых главных задач. Особое внимание на портале – доступности цифрового контента. Независимо от остроты зрения, человек сегодня может не только заниматься спортом и искусством, но и пользоваться гаджетами. Наглядным примером активного интернет-пользователя стал Анатолий Попко – эксперт в сфере невизуальной доступности. Он разрушил стереотипы и продемонстрировал сочинцам с инвалидностью по зрению варианты пользования интернет-сайтами, в том числе адаптированным для тотально слепых порталом «Особый взгляд». Те статьи, которые на портале есть, они представлены и в текстовом виде, то есть я могу прочитать их при помощи синтезатора речи, и послушать при помощи дикторской записанной речи. Читать, слушать, смотреть, в конечном итоге интегрироваться. Вот этот портал, он призван помочь всему нашему российскому обществу пройти вот этот путь от инвалида к человеку с инвалидностью. Презентация портала состоялась в Зимнем театре. Здесь также работает программа по обеспечению равного доступа к культурным событиям. Яркий пример тому – спектакль с закрытыми глазами «Белые ночи». События разворачиваются в полной темноте. Все действие основано на звуках, запахах и тактильных ощущениях. Весь Петербург проходит буквально через зрителей. То есть зрители его держат буквально на руках, этот Петербург. Они могут дотронуться к каждому зданию, они могут потрогать каждую куклу. Это очень тактильный спектакль. У нас и ветер, и дождь обязательно пойдет. Все прочувствуют абсолютно, как некоторые говорят, что это 5D. То есть не только звук и какая-то визуальная часть, а еще и тактильные ощущения, еще и обоняние, осязание. В Сочи порядка 800 горожан с инвалидностью по зрению. Немало среди них и детей. Роман Соколовский обещает создать второй подобный спектакль, но уже ориентированный на юных сочинцев, которые видят иначе. Очень здорово, что это у нас в городе, где очень много людей, которые приезжают и у себя дома. Они не имеют такого ни посмотреть, ни прочувствовать. Здесь ты именно имеешь возможность тактильно соприкоснуться с персонажами, с происходящими событиями, одухотвориться. Как говорится, это мир равных возможностей, который становится реальностью, а не просто номенклатурной галочкой. Все эти проекты призваны привлечь внимание зрячих людей к проблемам и потребностям тех, кто живет на слух. В Сочи десятки таких программ, которые доказали, что у сочинцев с ограниченными возможностями здоровья неограниченные возможности построить жизнь по своему сценарию. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сотрудники сочинской полиции сдали зачеты по служебной, боевой и физической подготовке. На старт вышел весь личный состав. Экзамен для сотрудников полиции состоит из трех частей. Особое внимание уделяется юридической подготовке, знанию нормативных актов и умению применять их на практике. Обязательная и проверка физподготовки. Она включает в себя несколько упражнений. На силу и выносливость, отжимания и подтягивания. На быстроту и ловкость – челночный бег. А еще примеры рукопашного боя. Третья и, пожалуй, самая серьезная частью экзамена является огневая подготовка. Нормативы стрельбы на время очень жесткие. И для того, чтобы справиться с ними, нужны опыт, отличное знание оружия и правил его применения. Сочинец Вячеслав Яркин стал призером Европы среди молодежи. Он завоевал серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Турнир прошел в Польше. В весовой категории до 77 килограмм борьба за медали велась как никогда жестко. Первое упражнение – рывок – выиграл Яркин с результатом 151 килограмм. Опередив на 1 килограмм соперников, но потом немного уступил болгарскому спортсмену Бажидару Андрееву. В итоге у Яркина серебро. В преддверии чемпионата Европы 2019 года Вячеслав намерен провести работу над ошибками и завоевать там уже золотую медаль для Сочи. В Сочи пройдет чемпионат России по стандрайдингу. Первый в истории тренировочный лагерь. Финальный третий этап чемпионата России по трюковой езде на мотоциклах состоится на курорте Эмеритинский. По 4 ноября включительно там соберутся ведущие спортсмены страны, показавшие лучшие результаты по итогам двух этапов чемпионата, которые прошли в Москве и Санкт-Петербурге. После нескольких дней тренировок 4 ноября 30 райдеров сразятся в финале за звание чемпиона России. Зрители и гостей каждый вечер в 16.30 ждут показательное выступление сильнейших райдеров России, ближнего зарубежья, конкурсы и розыгрыши призов. Вход на мотодром на все мероприятия чемпионата бесплатный. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях. Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.